Здравствуйте, вы смотрите программу Секрет Успеха, основанную на Библии. Вот это уже последнее видео, которое мы делаем в 2015 году. Последний стих, который мы уже изучили в 2015 году. Сегодня мы уже начали изучать новый стих на 2016 год. Это уже неделя считается 2016 года. Но две недели у нас будет перерыв. У нас будет перерыв в том, чтобы мы немножко могли сосредоточиться на тех стихах, которые мы сейчас размышляем о Рождестве, о рождении Иисуса Христа. И другая причина, почему мы сделаем перерыв, это потому что стихи, которые мы выбираем на 2016 год, их только 49. Да, это необычно, 49, не 52, а 49 этих качеств, этих стихов. На следующей неделе уже вы увидите больше видео, почему мы выбрали такие, какие и как мы будем больше изучать. А сейчас мы поразмышляем в стихе, которая записана в притче, 18 глава и 20 стих. Я думаю, это удивительный стих, что мы его выбрали в конце года. Когда мы выбрали стихи, для меня особо не было значения, какие стихи выбирать и когда. Потому что просто стихи, практически много стихов, которые можно изучать в любое время. И те стихи много, которых надо изучать. И этот стих удивительно получился, что в конце года, и он звучит так, если вы не слышали, вы можете прочитать, и я также зачитаю его. От плода уст человека наполняется чрево его. Что мы говорим? Да, мы понимаем также, что мы думаем, что мы хотим сказать, но мы будем говорить об этом в стихе. То, что мы говорим из наших уст, есть плод. И с этого плода мы насыщаемся. Слава Богу, что за 2015 год, я не знаю, сколько записей мы могли сделать секрет успеха, их не так уж и много, как нам хотелось бы, но Господь дал эту возможность нашим устам насыщаться, чтобы другие люди, которые на интернете, могли слушать размышления над Словой Божьим, могли, возможно, делиться с другими, могли брать для себя на размышления и также начинать изучать Слово Божие. И сейчас я благодарен Господу, что мы можем насыщаться, даже в какой-то мере насыщаться, вот то, что Господь провел нам. Насыщаться в том, чтобы Он научил меня. Насыщаться в том, что Он научил кого-то из людей, которые мы никогда не виделись вживую, не знаем, но Господь таким способом, через эту даже программу, обильно нас благословил. Произведение уст своих, он насыщается. И то, что мы здесь говорим, выбираем время сегодня, как вы видите, на улице темно, Рождество, много чего, разных забот, и мы смогли только, когда приехали после собрания, уже записывать это видео, немножко усталый, но все же у нас нашлось это время, возможность и, самое главное, что сказать для наших зрителей. И для меня переполнен благодарностью и радостью, что этот год прошел не напрасно. Не напрасно мы много изучали стихов и размышляли этими стихами. И Господь был удивительным к нам, то, что дает нам это слово, то, что дает желание изучать эти стихи. Я хотел бы провести два примера, которые я также слушал на интернете, как люди насыщают других людей своими устами. Это рассказывал служитель церкви. В эту церковь вернулись две девчонки, которые были в церкви, потом ушли. И одна из них вернулась, покаялась, а другая не покаялась. На данный момент, когда эта история была рассказана. И первая девчонка рассказывает такое. Он спрашивает у нее, почему ты вернулась опять в церковь? Ему было интересно, почему? Что ее побудило? И она говорит, когда я была маленькая, мои родители всегда говорили, дочь, когда ты вырастешь, ты будешь мессионеркой. Дочь, когда ты вырастешь, ты будешь благовестна, ты служить для Господа будешь. И она говорит, сколько я греха и зла делала, она жила грязной жизнью. Очень грязной. И говорит, когда я была в уме, в здравом уме, не всегда проходили эти мысли, слова. Когда я вырасту, я буду мессионеркой. И я тогда поняла, чтобы быть мессионеркой, чтобы служить для Господа, мне надо вернуться опять в церковь. Какой плод уст родителей? То, что они в детстве много говорили. И пришел день, когда принес, и она увидела плод. Когда родители, не знаю, были они еще живые или нет, но их плод уст принес, то есть уже был плод ихний уст. Другая история, другая девушка, она говорит, когда я была маленькая, мне всегда говорили, тебя не получится, ты не умеешь, ты это, ты это, ты это. И она осталась так и разбитая. Когда она говорила с этим служителем, она не верила, что Господь может из нее сделать этот бриллиант для Царства Божьего. Она не верила, потому что плод уст их родителей был, что у тебя ничего никогда не получается. Для меня эта история очень заставила задуматься. Я это уже давно было, и да не помню, сколько лет назад я слушал эту проповедь, в которой говорилась эта история, и проповедь забыл, какая тема. Но историю помню, потому что с плод уст действительно мы много узнаем. И я благодарен этому брату Господу, что он дал мне тогда, и с тех пор я начал следить внимательно за своим устами, чтобы я никому-то не говорил то, что когда-то оно может возрасти и принести плод, чтобы этот плод не был хорошим, чтобы этот плод был плохим. А с другой стороны, чтобы не был плохой плод, начал стараться говорить и желать что-то хорошее. С одной, что самое хорошее желание, это благословлять других людей и благословлять даже врагов. Кто-то сказал, что когда ты благословляешь врагов, то через некоторое время они больше не врагам. А почему? Потому что ты начинаешь любить их, а тех, кого любишь, кого желаешь счастья, трудно назвать своим врагом. И возможно, даже они чувствуют эту любовь к ним и меняют свое сердце и отношение к тем людям, которые их любят. Также я бы хотел, чтобы вы благословляли наш труд, а каким способом это вашими молитвами. Молитва это огромная сила. Можно много говорить о молитве и все не переговоришь. Есть много различных книг о молитве и никто не может описать молитву эту огромную силу. Поэтому наша просьба к вам молитесь, чтобы Господь использовал для нас для его славы. Когда вы будете молиться, этим вы будете сеять хорошей семья ваших уст. И от хорошего семья будет хороший плод. Господь благословит и вас, и нас. И это то, что мы хотим. Вот практически такие мысли, которые я хотел бы сказать об этом стихе. Еще раз напоминаю, что еще мы не дали вам стихи, но мы с нетерпением ждем, когда они будут. Мы еще на них до конца не озвучили, еще работая над сайтом. И еще одна из причин мы хотим дать это время, чтобы вы размышляли о рождении Иисуса Христа. О том, что Он пришел и проверили нашу жизнь. Возможно, наши мысли должны возродиться. Возможно, мы должны подойти к остановке, подойти к Вифлеему и вспомнить, что именно там. Господь дал для нас для жизни все, чтобы мы имели и жили победной жизнью. Я хотел бы еще одно предложить. Возможно, вы слушали, что иногда некоторые люди, особенно американцы, любят делать на Новый год резолюцию. Планы на Новый год, что они будут делать. И однажды, последнее, когда наша церковь, где я ходил, была молодежная, и мне пришлось проводить молодежную, и я размышлял, о чем поговорить. Это последний раз. И Господь побудил на мое сердце, чтобы дать им резолюцию, чтобы они описали, что они хотят достигнуть, что они достигли в этом году. Я сейчас немножко расскажу в этой резолюции, где вы можете ее приобрести. Я начал искать на интернете по-русски, я не нашел практически, кажется, ни одной христианской резолюции. Начал искать по-английски, и к сожалению, немногие они мне понравились, поэтому дал Господь возможность и тот день, и время для молитвы, и размышления, и время для того, чтобы написать ее. И те люди, которые смотрели и увидели достаточно, говорят, что на самом деле это может быть полезно, если к ней обрастись серьезно. Если вы сейчас не видите, так как далеко, но когда вы загрузите себе на компьютер, вы увидите, что там есть моя резолюция за 2015 год и моя резолюция за 2016 год. Для того, чтобы знать, как мы растем с каждым годом, а это важно знать, чтобы заметить, что мы не стоим на одном уровне, а тем более не хуже. поэтому для нас кое-что помогает в нашем развитии духовном росте. Здесь за 2015 год вы можете прочитать сколько, записать, сколько вы прочитали из Библии, возможно всю Библию, возможно только Новый Завет, возможно только некоторые главы, стихи, возможно несколько раз Библию, просто записать. Второе, что здесь просьба, Яду Литворон Молитвы Жизни за прошлый год, сказать то, насколько я молился, мне это нравится или нет, и ответить честно, никому это не надо показывать, его ответить и потом вложить свою книжку. Какие хорошие качества я больше развил в прошлом году? К сожалению, я не слышу много, что люди работают усиленно своим характером, духовным и качеством христианина. Это очень важно. И я хочу, чтобы мы поразмышляли, какие качества я развил, если развивал, если нет, даже для нас есть надежда, и все потерну. Какие плохие черты характера мои близкие замечали в этом году? Например, говорили, почему так раздражаешься? Почему ты это делаешь или другое? эти плохие качества, характера, почему не довираешь? Вы можете записать, какие они были в вас больше в 2015 году, и тогда вы в 2016 году можете над ним работать, молиться, чтобы Господь помог и избавиться. Также дальше идет, какие планы я достиг в прошлом году. На самом деле, это тоже хорошо записать, через год вы увидите, что вы достигли за прошлый год. Планы может различные, кто-то школу закончил, и он достиг, кто-то жениться, например, это для меня касаться будет. Различные работу нашли, я не знаю, разные планы будут, какие планы я не достиг в прошлом году. Возможно, я хотел отлично учиться в школе, если это, я не достиг этого. Возможно, я хотел все собрания не пропускать, выучить моих детей, больше заниматься с ним, по вечерам молиться, читать Библию, что-либо, я не успел, я не сделал. Запишите, что вы не сделали, пусть это будет перед вами, не прачьте его далеко мыслах, и потом служение, которое я нес в прошлом году, насколько я думаю, что я сделал успешно. То, что вы делали, какое служение, различные служения, хор, хорыстом вы были, возможно, вы были мамой дома, и вы принимаете то, что воспитание ваших детей, как служение. Как вы это делали? Действительно, проявляли вы все усилия, или половину, или как? Один до десяти запишите для себя, один это самое хуже, вы недовольны собой, а десять вы сделали это на 100%. Когда вы запишите эту резолюцию в 2015 год, желательно это делать перед новым году, где вы можете остановиться, где вы можете помолиться перед Господом, чтобы это было перед Господом, это самое главное, чтобы Он наполнил нам, и самое главное, что перед Господом наши планы сделать на 2016 год. Здесь я пытаюсь записать, я читаю Библию за год. Нас слушают, и мы есть настолько разные люди, что, например, я знаю одну сестру, которая молодая, которая в этом году прочитала 15 раз Библию. Других я знаю, что только Новый Завет, поэтому я не знаю, какие мы люди, но как бы хотелось, чтобы вы поставили план пред Господом, перед Новым Годом, Господи, я хочу прочитать только пяти книжек, псалмы, притчи и Новый Завет. Если вы никогда не могли прочитать половину Библии, не говоря уже за всю Библию, я бы сказал бы хоть так, просто прочитать, поставьте планы и начните читать, молиться, вложить эту резолюцию в Библию, чтобы вы каждый раз, когда читали, видели эти обещания, которые вы давали перед Господом, это будет назидать вас больше делать. Второе, сколько минут в день молиться вы будете. Если это пять, нас различные люди слушают и некоторые люди, которые могли много чего меня научить, поэтому я бы хотел, чтобы эти люди писали комментарии, общались, чтобы действительно мы это учились вместе. Я говорю для тех, которые трудно даже пять минут молиться вечером, напишите пять минут, я буду молиться пять минут в день, вечером на молитве, то есть, возможно, в дороге или что-то там немножко по-другому. И ниже даже здесь, как не только резолюция, это молитвенные нужды, даже вам может помочь некоторые молитвенные нужды о том, чтобы вы смогли помолиться как минимум пять минут. Дальше, возможно, у вас есть желание начать какое-то или продолжать слушение. Напишите вы перед Господом, какое служение вы хотите начать или начинаете или продолжайте делать, чтобы вы видели перед своим глазами. Работать над своим характером. Это очень важно, как те качества, которые вы больше всего нуждали в 2015 году, у вас не хватало их, вы можете записать сюда, и те качества, которые плохие вы были, и люди у вас говорили, смотри, тебе надо, Денис, ты должен серьезно задуматься, ты очень резко раздражаешься, или ты всегда говоришь негативе, вот такие подобные. Вспомните, помолитесь, если Господь напоминает, если вы можете, спросите ваших близких, знакомых, и молитесь, и пытайтесь работать над своим характером, искать стихи из Библии, или что-то, чтобы действительно пробежатся все больше и больше образ Христа, практически, это практически, иногда мы не всегда говорим, как практически мы можем становиться лучшим, вот это есть практика, другие планы, которые у вас есть, вы можете записать различные планы, и видите в конце молитвенные нужды на каждый день, здесь я записал три нужды, которые каждый христианин, я не ошиблюсь, что каждому не надо, чтобы он предгоспом проходил, и первое, просите Бога мудрости, проходите Яков 1.5, мы каждый день нуждаемся Господа мудрости, если это вечное, просить мудрости на второй день, благодарить за мудрость, которую он благословил в этот день, второе, просить необходимое на каждый день, это очень важно, чтобы Господь давал необходимые, на каждый день, это притча 38, суету и ложь удали от меня, не святой богатство не дай мне, питай меня насущным хлебом, действительно, чтобы Господь давал насущные, так как и пищу, так и духовно, так и все необходимое, что нам есть, третье, возлагать все заботы на Господа, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он причется в вас, приносить эти заботы, говорит Господи, называть эти заботы по именям, каждый день, или если не все, каждый день, у нас в каждой неделе есть заботы, пусть этот молитвенный список, если у вас нету списка других, вы можете начать с этого, где-то распечатать, найти, если у вас нету принтера, каким-то способом, попросить, или на собрании, или кого-то, и чтобы распечатать, чтобы иметь с собой, и четвертое, молиться за, как я уже говорил, молитесь за наше служение, молитесь за всех христиан по всему миру, это очень чудесно, очень правильно, молитесь за кого-то, напишите имена, за кого вы молитесь, своих родных, напишите имена из неверующих, которые вы хотите прийти к Богу, и там многое, за что вы можете молиться, как и за своем духовном состоянии, так и других, и другие нужды, вы, у меня, например, в моем молитвенном списке в течение года продолжаются, нужды, поэтому я сюда запишу, и также пишу дату, когда я их записал, чтобы знать, для вас тоже вы можете делать и молиться перед Богом, и те пять минут, они могут расти, они могут расти, очень много, и вы видите, на самом деле, когда закончится 2016 год, вы посмотрите, как вы молились за 2015 год, и как за 2016 год, и вы увидите большой результат, не только вы увидите результат, что вы больше молились, но вы увидите результат, чтобы вы были успешны во всем, то есть, в течение Слова Божия, своему характеру, в служении, которое дают, и планы, которые вы планировали, Господь благословит в этом, и вы, конечно, если будете это делать стабильно, вы захотите и дальше делать, и дальше, и тогда, через вашу жизнь, и будет Господь благословлять и другие, и последнее, не ложитесь спать, не готовы к пришествию, на самом деле, это очень важно, когда мы молимся, приготовиться к пришествию, то есть, всех простить, с Господом, поразмышлять Господи, самое главное, чтобы Он, чтобы, если нас что-то осуждает, чтобы раскаяться, потому что, чтобы завтра утром не проснуться, это надо всего, на несколько, короткое время, не стучало наше сердце, и мы можем не проснуться, мы очень близки всегда, мы всегда на пороге смерти, мы не всегда это задумываемся, часто гоним от себя мысли эти, но это так, вдруг, по каким-то причинам, очень легко нам умереть, поэтому нам очень важно быть, как и днем готовым, так и к вечерам, но вечером пройти, поразмышлять на весь этот день, что мы сделали, и так много делали братьев наших, которые были прежде нам, и это хорошие обычаи, которые мы должны принять для себя, если у нас еще его нету, вот такой стих, который мы изучили, и также резолюция, я как-то размышлял, поделиться с нашими друзьями, на интернете или нет, но, то, что принесет плод из нашей уст, хороший плод, я думаю, это тоже много может пронести, для тех людей, которые не совсем уверены, как они будут проходить Новый год, скачайте себя, спринтуйте, и где вы будете перед Новым годом, или даже вступивший в Новый год, найдите время перед Господом, и поразмышляйте над своим состоянием, чтобы на самом деле, вам меняться, преображаться в образ Иисуса Христа, если у вас есть пожелания, комментарии, вопросы, и мы очень будем рады вас их узнать, и поздравим вас с Рождеством, и также с Новым годом наступающим, пусть вас Господь обильно благословит, до встречи в 2016 году, с Богом! На сайте Капли Сота есть рассылка, на которую вы можете подписаться, и каждую неделю вам на почту будут приходить хорошие проповеди, аудиокниги, статьи, а также вопросы и ответы. Мы верим, что этот сайт может стать для вас хорошим источником для духовной пищи.